Ну а у другого продукта семейства Вики, знаменитой энциклопедии Википедия, война, по крайней мере, на словах с известным медиаменеджером Александром Акоповым. Он считает, что Википедия никому не нужна, но на эти слова есть кому обижаться. А интернет-сообщество ждет более крепких выражений, вспоминая, как Акопов когда-то назвал пользователей сайта ВКонтакте уголовниками. Татьяна Проскурякова со своим взглядом на ссору вокруг народной энциклопедии. Он уже записал пользователей ВКонтакте в уголовники за пиратство. Теперь пошел войной на интернет-энциклопедию. Википедия никому не нужна, на заседании Госдумы сказал медиапродюсер Александр Акопов. При том, что ресурс стабильно в топе Рунета. Когда ты начинаешь пользоваться этим, привычка возникает быстро, потому что она в компьютере, удобно, раз-раз посмотрел. Но как выясняется потом, там бывают неточности, там бывают споры о том, как должна быть отражена та или иная информация, тот или иной факт. Акопов советует россиянам читать «Британику», редактор которой, в свою очередь, сравнил Википедию с общественным туалетом, потому что посетитель не знает, кто пользовался ресурсом до него. За десятилетнюю историю проекта создателям свободной энциклопедии постоянно приходится отбиваться от обвинений. Мы предполагаем, что наши читатели все-таки не дураки. Да, статьи не дописаны, но люди понимают на самом деле, что это просто дана такая заготовка, что может быть там что-то, часть написана, часть статьи не дописана. То есть она не идеальна, но мы стремимся сделать ее идеальной. Сомнительные источники субъективности никакой экспертной оценки. Критики Википедии утверждают, интернет-оракул воспитывает безграмотное поколение. Википедия принципиально не ставит задачи достоверности знания. Это знания, которые формируются большим количеством анонимных авторов. И ни редакция, ни вот эта толпа авторов не отвечает за достоверность этого знания. Аудитория российского сегмента свободной энциклопедии 500 тысяч посетителей в месяц. Есть пользователи, для которых хобби писать статьи Википедию, а вот портить их развлечение для веб-троллей. У свободной энциклопедии особые правила. Чтобы отстоять свою точку зрения, нужно стать своего рода сторожем своей статьи и спасать информацию от вандалов. Нужна ли Википедия Рунету? 10 тысяч пользователей ответили на этот вопрос положительно, отправив свои пожертвования по просьбе создателя ресурса Джимми Уэллса. Поддержали прежде всего идею коллективного разума. Я лично отослал 100 долларов им, потому что считаю, что идея была замечательная. Даже для ответственного редактора классической большой российской энциклопедии очевидно, будущее за виртуальным собранием знаний, при условии, что авторы статьи известны и несут ответственность за свои статьи. Татьяна Проскурякова, Юрий Белов, Дмитрий Собьев, Вести.